Добрый вечер, друзья! И сегодня давайте поговорим, как бороться с вирусными инфекциями или с тем же самым коронавирусом. На самом деле, по поводу коронавируса я не буду говорить, потому что никто исследований не проводил в силу того, что не успел. А вот все, что касается вирусов типа А и типа Б, есть такие народные средства, и они уже доказаны медициной. Есть такой грипп, он называется чага. Раньше считалось, что вот эта черная часть, она должна быть удалена, что она не полезна. Потом при исследованиях обнаружили, что она очень даже полезна, и если ее, и вот чагу, настоять на спирту более 80 градусов процентностью, то получается вытяжка. Почему такая процентность должна быть спиртового раствора? Потому что надо растворить, вытянуть стиролы. Именно они отвечают за противовирусную активность. Для того, чтобы настоять, надо нарезать чагу. Это на самом деле нелегкий процесс, у нас это делает мужчина, мой любимый мужчина, он занимается вот этой работой. Вот он готовит такую штуку, это нарезанная чага, мелко. Далее, для того, чтобы получить противовирусный препарат, надо взять и эти кусочки чаги залить спиртом. И два месяца настаивать. Получается вот такой вот настой. Он черный будет, да, такой вот темненький. И это противовирусная, получается, штука классная очень. Принимается она уже, разводя, конечно, потому что спирт вы просто так принимать не будете. Но это еще не все то, что можно сделать с чагой. Когда вы сливаете спиртовую часть, вытяжку, да, которая растворила вот эти сами стиролы и которая действительно подготовила активное вещество для борьбы с вирусами, а работает она таким образом, что помогает включить иммунитет человека, свой собственный иммунитет. Есть еще одна часть, когда чагу можно использовать как противоопухолевое средство. Для этого спирт сливается, а оставшуюся чагу варят. Варят в воде 12 часов. И вот этот отвар, после отстоявшейся уже вытянутой чайки, из нее отвар, охлаждают. И в дальнейшем применяют, то есть это уже будет противоопухолевая часть. Спиртовая это противовирусная, а вот эта выворка, вытяжка водным раствором, это уже противоопухолевая. И для того, чтобы получить вообще классное средство, соединяют в пропорции 1 к 2. То есть две части водного раствора, одна часть спиртового раствора. Если вы боитесь спирта и вы не употребляете алкоголя, то опять-таки его можно выпарить. Что же делать тем, кто не знает, где взять вот этот вот гриб? Кто не ездит на мотоцикле по лесу, кто не ищет березу. Это, кстати, чага на березе, не на синей, а именно березовая чага в данном случае. Что делать тем, кто не шастает по лесу? Идете в аптеку, там есть препарат, называемый бифунгин. И там есть настойка чаги. И все соединяете. И, в принципе, имеете то же самое, что вы могли сделать сами. Но самим это и приятнее, и полезнее, и надежно, что вы сделали качественно. Не болейте, друзья. Я думаю, что от коронавируса это тоже должно работать. В конце концов, вирус есть вирус. И если работает от вируса гриппа, причем обоих типов, то вполне возможно, пройдет время, и медицина докажет, что этот препарат активен также и против коронавируса. Будьте здоровы! Спасибо. Спасибо.